Голые и боевые. Скандал в одном из нижегородских ночных клубов. Стриптизерша избила жену клиента. Все зафиксировали камеры видеонаблюдения. Вот здесь сидела я, на этом стуле. Девушка танцевала вот здесь, на этом месте. Вот здесь стоял мой муж рядом. Она меня потом постучала по плечу, я спросила, чем могу помочь, подставила ухо. Она мне сказала, слышь ты, если ты сейчас не ухер отсюда, то я вызову охрану и тебе будет ухер. Я ее рукой отодвинула, вот она меня ударила по лицу, потом сумкой. Вот, и я уже и вцепилась в волосы, а она мне так же. Ну это все происходило моментально, очень быстро. Сначала даже он понял, что произошло. Понятное дело, я полез их разнимать. Разнимали их очень долго. Там еще охрана не могла их оттянуть, потому что они уже, ну, волосы вцепились. Волосы вот так вот вцепились, но, естественно, в целях самого зачистого я и так же вцепилась в волосы. У меня был здесь вот красный нос, он очень сильно мне болел, видимо сумкой, когда девушку ударила. Вот, было расцарапанное лицо, вот так вот, и очень сильно болела голова. Подташнивала меня несколько дней, слабость была жуткая. Вот это она, подозреваемая. То есть мы это очень уверены, но подозреваемая. Подруга, либо знакомая этой девушки, Юля, написала, «Аня, угомонитесь, вы ведете себя недостойно, сколько можно писать?» Мы сидели, никого не трогали. Мы не общались с той девушкой, у нас не было раньше никаких пересечений с ней. Это, по сути, немотивированное какое-то нападение было. Я считаю, что человек очень невоспитан. Мы три дня пытались выйти на управляющего, в мекстуры бар. Я выходил в головной офис компании, полный игнор. То есть люди считают, что это все нормально и в порядке вещей. Однако с вмешательством нашей съемочной группы встречу между пострадавшими и администрацией клуба удалось организовать. Она мне говорит, «Слышь ты, если ты сейчас же не хуй отсюда, то я позову охрану и тебе будет хуй». Это ваша фраза. И что? Нет, это ее фраза. Порой, мне кажется, что эта фраза уже вами заучена. Да, заучена, потому что я эту фразу никогда не забуду. Потому что нормальные люди так не общаются. Мы, конечно, признаем свою вину и говорим о том, что любые неудобства, предоставленные гостям, это неудобства. И в день мероприятия я за вами. Давайте не будем так сильно выражаться, не нанесны никакие телесные повреждения. Я считаю, что здесь обоюдная вина, на самом деле. Очень неудобно, что мы как-либо вас обидели, что-то сделали для вас неприятно. Естественно, отлиться с введением. Я извинялась и в день происшествия. И сейчас мы никогда не отказывались перед вами извиниться. Спасибо, я вас услышала. Наконец-то. Кстати, извинения пострадавшей стороной были приняты и дело до полиции решили не доводить. Продолжение следует...